Всем огромный привет! Меня зовут Светлана, я рада вас приветствовать на своем YouTube-канале. Сегодня мы с вами отправимся в магазин Second Hand, где одежда, обуви и аксессуары продаются на вес. Я вижу много новых зрителей, меня это безумно радует. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, это помогает моему видео. Так вы как мне, как автору, очень приятно, вы мне помогаете. Так что не забывайте обязательно про лайки. Казалось бы, это мелочь, но для вас это ничего не стоит, для меня безумно приятно и помогает мне. Вернемся. Много новых зрителей сейчас. Я хотела вам рассказать немножко о своем канале. Смотрите, в этом видео я делаю просто обзоры. Это такие у меня Second Hand Shopping-влоги. Есть целый плейлист, вы можете пересмотреть эти видео, они интересны. В чем суть? Мы идем вместе с вами в магазин Second Hand, смотрим на ассортимент, я вам все показываю в примерочнике. Также у меня есть видео с покупками. Здесь покупки на вес, поэтому чаще всего в видео вы можете увидеть, как я показываю вес и стоимость. Это такая отличающая черта тех и других плейлистей видео. И также у меня есть видео-холл. Это значит, я дома показываю все, что я купила на себе, показываю образ и как, и с чем, и что я сочетаю. Сочетаю. Это холл. И, конечно же, мой самый любимый плейлист, я думаю, и ваш. Это моя рубрика «Богиня шоппинга для бедных», тоже отдельный плейлист. Я надеюсь, после этого у вас не будет возникать вопроса, почему в этом видео я не показываю, что я купила. И, кстати, все это делается для того, чтобы видео выходили чаще, не было задержив, потому что если я вам буду показывать в одном видео то, что я купила, мне нужно прийти, это все постирать, погладить, придумать образ и отснять. Это как минимум три дня с дня съемки. У меня видео выходит часто, поэтому я не могу себе такое позволить. Мне лучше их как-то разбивать, и вам будет приятнее меня смотреть чаще, нежели ждать по неделе, а то и по месяц я вижу у других вообще месяц, зрители ждут. Я блогер, которого не нужно так долго ждать, надеюсь, вы это цените. Ну что, поехали. Я сегодня в платье от резерта, оно такое свободное, приемлемой длины, потому что я была сегодня утром на службе в церкви. И я добавила самые обычные свои спортивные сандалии, вы много раз уже их видели, и свою корзинку от Zara. В магазине людей очень мало, потому что пришла я рано утром, попробую снять маску и начну с обуви. Вы очень любите эти обзоры, когда я начинаю с обуви, давайте посмотрим, что сегодня есть. Было много спортивной обуви, посмотрите, какие классические кроссовки от Reebok я нашла, минималистичные, классные. Конечно же требуют чистки, я недавно тоже делала подобное видео с чисткой обуви из магазина Second Hand, переходите по ссылочке вверху. Были конверсы, в этом видео как раз белые конверсы, эти же самого актуального, мне кажется, цвета 21 года, зеленого. Есть в этом магазине очень много балеток. Сейчас, когда я монтирую, я вижу, как волосы мешают в кадре, вы меня простите, я не видела, когда снимала. Так вот, черные, они абсолютно новые балетки, белые конверсы, светлее, темнее, выбор огромен. Были вот такие шлепки пляжные, кто еще не съездил на море или планирует. Вот, прекрасный вариант. Все это требует чистки. Мне нравится, я не брезгаю, если вы брезгаете, то, ну, я не знаю, что-то там. Так, покажу вам еще вот такие лиловые лодочки. Это, как мне кажется, не натуральный материал, а искусственный, и вообще был какой-то масс-маркет под, по-моему, F&F. Были вот такие конверсы еще повыше, если вам такие нравятся, их можно найти в магазине Second Hand. Огромное количество расцветок, вы только посмотрите, розовые, серые, вверху красные. Нашла вот такие кожаные туфли, мне, к сожалению, этот бренд неизвестен. Я его пыталась прогуглить, он звучит как бомар, но его нет вообще. В гугл о таком бренде не знать, скорее всего, это какой-то локальный бренд. Я еще вот такие нашла, реплей, но они уже не лилового, а такого насыщенного фиолетового оттенка. На камере кажутся светлее, в жизни это прям, ну, вот, настоящий фиолетовый. На осенний предстоящий сезон я нашла вот такие итальянские туфли, очень красивые. Посмотрите на эту сеточку по бокам, изысканные просто, жаль, не мой размер. Также от Vagabond я видела такие туфельки на устойчивом каблуке. Это кожа внутри и снаружи, они абсолютно новые были. Считаю своей исключительно великолепной находкой вот такие босоножки от Edek & White. Они замечательные, посмотрите, как они выглядят, какая колодка, какой каблук устойчивый. Как всегда, жаль, что это не мой размер, но они настолько классные. На ножки, я уверена, выглядели бы просто супер. Я нашла еще балетки разноцветные. Балетками вообще в этом магазине просто нет проблем. Ну, как всегда, Света не могла их не уронить. Размеры есть разные, с балеток выбор огромный. Посмотрите, пожалуйста, на эти, знаете, коралки их называют. Короче, я их называю тапочки для Египта. Я маме недавно покупала, так как, вы знаете, я им купила путевку, своему маме и папе. Так, я за них хорошенько отдала, больше 10 долларов. Зачем переплачивать? Здесь они бы стоили доллара два. У меня прям брендовый шоппинг, потому что я нашла туфли от бренда Bally. Они кожаные внутри и снаружи. Они не заношенные, так как вам кажется. Просто из-за коричневого цвета подошвы кажутся вытертыми слегка. Но нет, они просто идеальны, кожа мягчайшая, сделаны виталии. И, как вы думаете, конечно же, это не мой размер. Все, что я вам не озвучила, вы можете сами увидеть на видео. Я не могу своим взглядом все охватить. И периодически пересматривая видео, смотрю, думаю, почему я не рассказала о той или иной паре, или о той или иной вещи. А мы смотрим конкретно тоже с вами сейчас одежду, платьев, цветочек, брючки. Сейчас перейдем к жакетам. Есть на что посмотреть, есть из чего выбрать. Давайте будем смотреть, что же мы здесь имеем. Имеем мы здесь вот такой жакетик. Это, скорее всего, итальянский жакет. Есть жакеты из льда, хлопка. Но, как для меня, это какие-то устаревшие модели. Я такие для себя лично даже не рассматриваю. У меня недавно видео вышло о моих пиджаках и жакетах из магазина Second Hand. Кто не видел, пересмотрите по ссылочке вверху. Видела много вещей от Zara с этикетками. От Next H&M были тоже новые, с этикетками, даже с ценником попадаются. Но не знаю, насколько не актуальны эти модели. Если это база, то, конечно, мы их можем с легкостью внедрять в наш гардероб. Но если это по фасону устаревшие вещи, то с этим проблема. Такое лучше не покупать, даже если это очень дешево. Мне в последнее время очень нравится цвет фуксия. Особенно сочетание с зеленым или розовым я искала, чтобы показать вам такое сочетание. Но актуальных вещей зеленого цвета я не нашла. Зато разные оттенки холодного, теплого и даже такого приглушенного розового были. Посмотрите на эту тунику, туника-платье. Она очень мне напомнила Dior. Напишите о вам как. Еще, вот я нашла игрушку. Это овечка или это ослик? Я не могу понять. Я уже склоняюсь, что это ослик. Но его грифка немножко подустала. Напишите в комментариях, кто это. А мы с вами идем в примерочную. Мой выбор сегодня впал как на яркие и сочные цвета, так и на пастельные и повседневные. Такие как бежевый, черный, белый и даже немножко красный. Видите, там где полосочка. Я начну с платья. Вы его уже видели. Это Zara размер S. Оно простое черное. Мне интересно, как оно будет выглядеть на фигуре. Как оно вообще сядет. Это стопроцентный хлопок. По моему мнению, модель уже немножко устарела. Напишите, как вам. Оно приятное к телу, действительно. Хорошо выглядит. Прекрасно сидит. Оно простое, лаконичное, прямое. Но есть своя изюминка. Например, оно идет как двойное. Это скорее не подъемник, а вот задумка такая автора. Такой хлопок и есть кружево. Хлопок достаточно плотный. То есть это не подкладка. Это как полноценная юбка. Есть еще декоративные элементы в виде заклепок. По моему мнению, это код 2015-2016. С падающей плечи также есть бретельки. Невозможно носить в одну сторону. То есть бретельки поднять вот эти спускающиеся плечи. И сделать как в одну лямку, так сделать нельзя. Вот оно так скроено. Но и такой плюс в этом платье есть. Его прямой силуэт. То есть нет никакой приталенности, что выдает его возраст. И достаточно лаконичное. Я даже представила себе, возможно, могла бы взять его в отпуск. Также и с кроссовками будет здорово. Да даже с моими сандалями тоже неплохо. Я нашла брюки серо-бежевого оттенка. Такого уходящего в оливку немножко. Это бренд Гэри Вебер. К сожалению, я не смогла найти этикетку с составом. Но здесь немножко фактурная ткань. Как вы видите, на резинке простые такие. Думаю, хорошо будет с этой рубашкой. Цвета фуксия. Это шелк. Бренд Мэри Посса. Она идет с подплечниками, как видите. Короткий рукав. Она достаточно свободная. Не указан размер. Приятная ткань. Приятный шелк к телу. Она, знаете, такая летящая. Шелк не такой тонкий. У меня есть блузы шелковые. Они достаточно тонкие. Здесь плотный такой хороший. Прям классный шелк. Я прогадала с брюками. Они оказались велики на меня. Ну, все потому, что я не нашла этикетку. Почему-то я подумала, что это мой размер. Но на таком примере, это больше как пример воспринимайте. Такого оверсайза я хотела показать расслабленный стиль. Когда вот такая свободная рубашка, свободные брюки. Не настолько свободные, как у меня, но задумку вы понимаете. Какие-то сандалии можно добавить в корзинку или структурированную сумочку. Если вам такой вариант нравится больше, это полноценный, летний. Даже немножко такой сентябрьский образ. Повторю, что мне полюбилась фуксия. Я нашла вот такую блузу с коротким рукавом от Marks & Spencer. Она абсолютно новая. Из стопроцентного хлопка, в принципе, по ней можно это понять. Она вся мятая. Но хотелось мне примерить. И я примеряю такие оттенки, особенно в магазине Second Hand, для того, чтобы их попробовать. Мне нравятся все эти цветовые решения. Мне нравится и бежевый миксовать с разными яркими оттенками, чтобы понимать, что к чему подходит. Если вам нравится, то вот лайфхак от меня. Я и примерила эту блузу или это даже футболка. Скорее всего, это блуза с коротким рукавом. Вместе с брюками. Выглядит симпатично. Кстати, она очень структурирована. Она хорошо держит форму. Да, это размер не мой, но пусть в современной моде, по моде на сейчас, это актуальный образ. Ну, повторюсь, были бы брюки моего размера, было бы отлично. Я нашла вот такую полосатую футболку. Такая тельняшка вместе с красным, черный, белый и красный. Она из вискозы и полиэстра. Достаточно приятная, абсолютно новая, в размере S. Тоже такая база-базовая сейчас во многих, я как-то хотела сказать в супермаркетах, а потом вспомнила в масс-маркете, у многих представителей масс-маркета есть такие. Зачем переплачивать? Кстати, о цене. Я пришла в день, когда цена за килограмм составила 156 гривен. Нашла вот такое винтажное платье от бренда Damart. Мне попытался этот бренд уже. Платье, особенно вот такая заниженная посадка, прессированные юбки. У меня от этого бренда голубое платье. Я для вас здесь вставочку сделаю. Очень классное, но они все из полиэстра. Но тут полиэстер, это винтажное платье. Их полиэстер отличается от того, что сейчас он не колючий, он не стреляет током, но чувствуется, что это не натуральная ткань. Юбка плессированная, просто заниженная. Вот эта талия, она выглядит очень красиво. Всегда есть пояс, с помощью которого и можно подчеркнуть талию. И прям вообще часто, как я понимаю, у этого бренда пояс обшит той же тканью, что и само платье. У меня голубое с бежевым платье, а сам пояс бежевый, один в один ткань. Здесь такое платье как бы в принт, и такой же принтовый. Можно так слово сказать такое? Короче, пояс вы сами видите. Я бы сюда добавила такую фактурную сумку, очень сдержанную, кожаную. Добавила бы лоферы и такие носочки. Немножко стиль Гуччи хотелось бы повторить. Но даже с корзинкой, добавив какие-нибудь балетки легкие, или же наоборот сандали, можно сделать такой, знаете, немножко летний, игривый образ. Я долго смотрела на это платье. Итак, из плюсов. Его великолепный крой, принт. И, конечно, мне очень понравилась сама идея. Ну, минус тоже есть. Минус – это фурнитура. Я бы сюда хотела теплую фурнитуру золотистого или бронзового цвета, та, которая бы немножко играла с самим принтом этого платья. Потому что металлическая фурнитура очень выбивается из всего настроения платья, поэтому я его оставила. А следующее платье, оно уже современное, очень такое, знаете, провокационное, немножко сексуальное. Ну, интересно, если честно. Оливкового оттенка, прилегающие, обтягивают все наши красоты. Я бы так сказала. Короче, по фигуре классно выглядит, чувствуется эластан с первой секунды моей примерки. Есть необычный вырез, как вы видите, он достаточно фактурный. У меня неподходящее белье, и я сразу скажу, учитывайте, камера меня выполнит. Просто, знаете, я редко об этом говорю, мне кажется, в жизни я выгляжу совершенно не так. Но платье с меня не делает Ким Кардашьян, но килограммов пять точно добавляет. Это однозначно платье на выход. Мне оно понравилось прямо 10 из 10, но нужно быть в отличной физической форме и что-то придумать с этим вырезом, потому что он, конечно же, фактурный, создает объем, но я знаю, есть такие наклейки, я здесь для вас вставочку сделаю, что можно приклеить саму ткань к телу. Если вы знаете, где их найти, на территории Украины, или, может, возможно, заказать можно. Я видела на Алиэкспресс, но не уверена, в них, возможно, кто-то заказывал. Напишите в комментариях, думаю, будет многим такое интересно. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Говорю вам огромное спасибо за ваш просмотр и до скорого. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok